Медиа-группа «Авангард» представляет И снова здравствуйте, многоуважаемые зрители. Я ведущий эфира SOC FORMALIFE. Меня зовут Сергей Краснов, приветствую вас. И со мной на сцене операционный директор Центра мониторинга и реагирования на кибер-угрузы Solar GSOC, компания Rostelecom Solar. Антон Юдаков, Антон, приветствую. Здравствуйте, Сергей. Мы рады приветствовать тех, кто только что к нам присоединился. И открываем сессию, в которой заказчики поделятся своим реальным клиентским опытом построения, эксплуатации, развития своих SOC-ов, какими-то боевыми кейсами, с которыми они сталкивались, сложностями. В общем, всем тем путем, который они проходили, преодолевали и планируют преодолевать. Да, причем еще и со стороны клиента, что тоже немаловажно, на мой взгляд. Итак, впереди у нас сессия под названием «Клиентский опыт». Итак, вроде бы все предисловия окончены. Я попрошу прямо сейчас нашего первого докладчика подняться вот сюда, на наш импровизированный подиум и рассказать нам свою историю. Итак, встречаем начальник управления информационной безопасности государственной транспортной лизинговой компании, специальный гость компании InfoSecurity Сергей Рысин. Итак, Сергей, вам слово. Приветствую еще раз. Приветствую. Я расскажу о том опыте, который мы провели в течение нескольких лет. На самом деле, опыт заключается в чем? Большинство компаний внедряют различные системы обеспечения информационной безопасности, а потом начинают думать, что же с этим совсем делать. И в чем же основной вопрос? Чем собирать события? Но так как госкомпания, мы не имеем права использовать зарубежные технологии в связи с импортным замещением, которое началось у нас с 2015 года, то достаточно хорошо себя зарекомендовал в нашей экосистеме Сием от российского производителя. Это был Сием Макс Патруль, который достаточно хорошо рос и постепенно тюнинговался под наши задачи. И когда он только начинал расти, он очень быстро и отзывчиво наращивал те функции, которых не было в нем в самом начале. И за период 2017 года они шагнули порядка четырех версий, когда мы начали их эксплуатировать, потому что они слышали то, что нужно бизнесу, и они это тюнинговали достаточно оперативно. Дальше, когда рос поток событий, мы уже столкнулись с другой задачей. То, что необходимы компетенции внешние, и необходимы аналитики, которые бы обрабатывали этот поток событий. И стала задача в 2019 году создавать свой собственный центр обеспечения компетенции и реагирования на инциденты, либо брать внешний. Задача была поставлена, и мы ее решали следующим путем. Мы посчитали, сколько будет стоить внутренняя аналитика и сколько будет стоить внешняя. И таким образом мы пришли к простому выводу. То, что для компании, в которой работает порядка 500 человек, и основная задача — это лизинговая деятельность и обеспечение ее непрерывности, то проще обеспечивать это внешними силами. Потому что использование внутренних ресурсов — это очень затратно, и специалисты качественные, потому что сок идет не только от технологий, он идет от людей. Люди создают то решение, которое используется для обеспечения информационной безопасности и центра компетенции. И таким образом мы пришли к выводу внешних специалистов. Что же было дальше? Мы пришли на рынок и начали спрашивать, кто обеспечивает информационную безопасность, кто обеспечивает коммерческие соки. В 2019 году их было достаточно много. Это был и Ростелеком, это был и компания Инфосекьюрити, и Ангара, и Информзащита, и другие участники рынка. Тот же Бизон выступал с представлением данной услуги. Но мало кто готов был взять на себя ответственность за эксплуатацию тех систем обеспечения информационной безопасности, которые уже были у нас внедрены. В связи с этим мы оттолкнулись от того, что у нас есть техническое задание, которое четко регламентировано и четко структурировано с точки зрения тех задач, которые мы решаем. В связи с этим нам необходимо было качественно повысить обеспечение информационной безопасности, обеспечить непрерывность бизнеса и сделать так, чтобы сок, хоть мы и не соответствуем кии, и не должны передавать данные в госсопку. Но данные требования мы выдвигали, потому что рано или поздно такое требование может возникнуть у регуляторов, и нам придется к этому подключаться. По результатам конкурсных процедур победила компания Инфосекьюрити. И какие же основные задачи стояли перед нами? В текущем году была одна из основных задач, которая решалась. Это в период марта-апреля, период пандемии и перехода всех сотрудников на удаленную работу. Это достаточно критичный момент, который был. И в этом нам помог еще и сок. Чем он нам помог? В том, что нам необходимо было понимать, откуда наши сотрудники работают, как качественно они выполняют работу. Потому что сотрудники, которые работают в офисе, мы их понимаем, мы видим их работу. На удаленной работе нам необходимо было обеспечить их непрерывность деятельности. И таким образом мы понимали следующую задачу, что когда мы защищаем материальные активы, будь то офис, будь то какой-то транспорт, мы используем систему охраны. А что может обеспечить защиту нашей инфраструктуры? Это сок, который обеспечивает режим безопасности нашей компании в режиме 24 на 7. Собственно говоря, данный проект был весьма успешен, и он обеспечил непрерывность бизнеса в течение этого года. И с помощью тех отчетов, и с помощью тех ресурсов, которые были реализованы, мы могли доказывать и подтверждать тот класс компаний, который зарекомендовал себя на лизинговом рынке. Мы в этом году стали также лидерами, как и в прошлом, по приросту нового бизнеса. Несмотря на то, что в этом году была неоднократная смена генеральных директоров в нашей государственной компании, мы обеспечили этот плавный переход так, чтобы все работало в должном режиме и непрерывно. Собственно говоря, это весь опыт. О нем можно говорить достаточно долго, но о деталях можно разговаривать уже в калуарах. В период испытаний различных систем, когда мы испытывали разные соки на рынке, это было и InfoSecurity, и также выступала в качестве пилота и компания Ангара, и выступала информзащита. Но всем критериям, которые мы выдвигали, все-таки выбор, как я и говорил ранее, InfoSecurity занял лидирующую позицию в связи с опытом и качеством специалистов, которые были именно необходимы для нашей компании. В рамках этого мы четко регламентировали то, что использование MaxPatrouille ICM обязательно, потому что мы хотели всегда оставлять все события и все данные у себя в инфраструктуре. Для чего это нужно было? Потому что специфика деятельности. Мы выполняем различные государственные задачи, и та информация, которая обрабатывается, должна всегда оставаться внутри нашей инфраструктуры. Далее, к нашему СИЭМу были подключены через специальные коннекторы сотрудники из СОКа. Также еще один из критериев сотрудники СОКа, это уже по нашей просьбе, которые каждые полгода проверяются на полиграфе, для того, чтобы не было осуществлено слива информации. Потому что специфика тех событий, специфика тех данных, которые вываливаются к ним в интерфейс, она имеет свои нюансы. Но эта просьба и это пожелание было услышано, и данные мероприятия проводились с сотрудниками, что позволило нам быть уверены в том, как исполнителе нашего технического задания, что мы можем доверять. Потому что, опять же, как я и говорил, СОК — это не просто механизмы и системы обеспечения информации. Это люди. Люди имеют свои уязвимости. Это человеческий фактор. В связи с этим мы выработали механизм доверия. Мы доверяем обработку информации, за это нам предоставляют качественные услуги и доверенное отношение к тем людям, которые обеспечивают эту непрерывность бизнеса и обеспечивают наш СОК. В ходе проекта были реализованы следующие задачи. Был проведен полностью аудит о всей IT-инфраструктуре, так как у нас достаточно распределенная инфраструктура. Она включает в себя не только отечественную инфраструктуру, которая расположена в России, но также еще зарубежные дочерние предприятия, которые отвечают законам GDPR, это европейские, также расположены на территории Гонконга. Все это было консолидировано с соблюдением всех законов локальных. И таким образом у нас обеспечивается непрерывность и качество инфраструктуры во всей группе, что позволило отразить несколько целевых атак, направленных на нашу инфраструктуру в этом году, что также показывает качество решения нашей задачи. Помимо этого, не было, что приятно обычно финансистам, не было увеличено фото, которые зачастую увеличиваются в случае создания внутри компании новых подразделений, тем более, которые работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, потому что у этих подразделений, которые обеспечивают непрерывность, нет выходных. У них работа всегда. Более того, они должны иногда и будить людей, когда они спят. Такой инцидент был у нас в этом году, когда на острове Ирландия выключили электричество. Но ребята решили этот кейс, они смогли восстановить инфраструктуру до тех пор, пока люди даже еще спали, и сотрудники пришли в офис и продолжили работать. И помимо этого, при внедрении достаточно оперативно привели инфраструктуру в порядок, нашли критичные уязвимости и помогли нам, с точки зрения уже консалтинга, решить те проблемы, которые были внутри. Что качественно оценило и IT-подразделения в нашей компании, ну и блок безопасности, в котором я работаю. Также в период пандемии мы достаточно быстро перевели всю компанию на удаленную работу. Нам потребовалось всего два дня, для того, чтобы вся компания работала снаружи, но при этом было все безопасно и непрерывно. О чем это говорит? О том, что была слаженная достаточно работа и блока IT, и блока безопасности, и блока информационной безопасности, который слаженно обеспечивал непрерывность бизнеса. Благодаря этому мы, во-первых, подготовили подразделениям, которые курируют пребывание работников в офисе, качественные отчеты. Они знали четко, кто находится на удаленке, кто работает в офисе и в каком режиме люди работают, как соблюдается трудовой распорядок. И мы, кстати, заметили вместе с СОКом, то, что люди, которые работают на удаленке, гораздо больше проводят времени на работе, чем те, которые проводят в офисе. Это как бы качественно отличается, и люди достаточно быстро выполняют задачи, несмотря на то, что это выходной день или будний. Так что теперь изменения в ТК привели к тому, что удаленная работа – это законно, и я чувствую, люди будут теперь работать в два раза больше. И качественнее. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. У меня есть один вопрос по поводу вашего выступления. Я обратил внимание вот на… вернее, на чем оно у меня заострилось. Вы сказали, что часть сотрудников проходит тестирование на полиграфе. Да, это из СОКа. Из СОКа? Да. Я понимаю, это для того, чтобы избежать утечек или наличия инсайдеров? Ограничить инсайды и ограничить утечки информации, потому что информация обрабатывается специфичной, как я уже говорил. Для этого необходим критерий доверия, и необходимо, чтобы люди понимали, что ту информацию, которую они защищают, она конфиденциальная. Потому что зачастую утечка информации происходит в самых неподходящих местах. Да, я понимаю, но меня вот что интересует. Вы полиграфологов берете где? Аутсорс какой-то? Это полиграфолог берется подрядной организацией, исполнителем. Да. Степень, коэффициент доверия к ней высокий. Я почему спрашиваю? Потому что в рамках шоу-бизнеса я очень долго, 10-12 лет назад, занимался и на телевидении вот этими шоу, там, детектор лжи, детектор правды, и на радио мы сделали однажды впервые. И я понимаю, что полиграф – это лишь прибор, который помогает, но точно никогда не показывает. Во-первых, нужен полиграфолог, во-вторых, грамотно составленный опросник. Вот здесь процент ошибки вы учитываете? Конечно, учитываем. И мы четко понимаем, что это скорее психологический эффект, чем практический эффект. То есть это такая вещь, которая не обязательно. Но тут можно даже ничего не надевать, можно поговорить. При слове полиграфа у человека выпрямляется спина. Антон, есть ли что добавить, что спросить или подвести? Да, на самом деле очень много вопросов из чата, я постараюсь выбрать несколько и покороче. Смотрите, наверное, такой первый. Как вы про SLA и штрафные санкции? Они предусмотрены? Если да, от чего зависит, какие? Конечно, у нас на самом деле там как в SLA мы писали согласно техническому заданию час на реагирование. Там такое было. До предложения реальных действий. Но на самом деле применение мер и применение решения у нас зачастую не превышает на самом деле получаса. Достаточно быстрое реагирование. И, кстати, в период начала эксплуатации системы мы достаточно много доработали совместных мероприятий и механизмов предоставления информации. Мы реализовали интеграцию с различными мессенджерами для того, чтобы оперативно доставлять информацию до тех, кто должен реагировать. По второй части прокомментируете про штрафные санкции, от чего они зависят? По поводу штрафных санкций также. Мы это не оговаривали, но данные мировые, ну как штрафные санкции в рамках, если нас атакуют и никто ничего не сделает, то будут штрафные санкции применены уже в отношении подрядчиков. Это закреплено в договоре. Они как-то образмерены? Размер штрафных санкций? Это как бы в рамках… Хорошо, понял. Тогда вопрос про юзкейсы и контент. Есть от вендора какой-то набор контента, есть ваша потребность, есть то, что, возможно, предлагает исполнитель. Что используете в совокупности? Ну, смотрите, у нас есть четкое представление того, что мы хотим получить в рамках еженедельного контроля мероприятий, проводимых соком. В связи с этим у нас есть пул отчетов, которые генерируются на ежедневной основе. Но есть также те вещи, которые наши коллеги нам предлагают в рамках обеспечения нашей безопасности. И мы комбинируем то, что мы хотим и то, что коллеги наши дорабатывают. У нас в рамках взаимодействия с коллегами есть недельный цикл, в котором мы вырабатываем дополнительные потребности, что нам нужно от сока, и у них есть точки роста благодаря этому, потому что мы достаточно много идей и много пожеланий высказываем на еженедельной основе. И также они должны ту или иную задачу реализовать за неделю. Если это реализуется дольше, значит, мы пересматриваем и смотрим, структурируем задачу по-новому. Понятно. И последний, наверное, вопрос. Как вы оцениваете уровень зрелости собственного сока, который у вас сейчас получился? Смотрите, как я и говорил ранее, сок – это не некие саибы, а это люди. И относительно того, как люди реагируют и улучшают качество сервиса, достаточно много зависит. На текущий момент я считаю, что наш сок, который мы используем, он достаточно зрел и выполняет все потребности нашего бизнеса. Понятно. Хорошо. У меня тоже есть еще один наводящий вопрос. Мы сегодня уже много в течение разных и круглых столов, и антипленарок, и в пленарном заседании упоминали, что самое тонкое место в любой киберзащите – это по-прежнему человек. Я прекрасно помню, как еще лет 15 назад, может быть, чуть меньше, на заре появление социальных сетей, тех же самых одноклассников, в крупных офисах, в медиабизнесе в том числе. Как у русских у нас принято? Если есть где-то проблемы, надо запретить. Отрезали социальные сети, отрезали доступ в интернет, запрещали вставлять флешки в компьютере, чтобы не было никакой утечки, хотя это был далеко не режимный объект. Вот как сейчас понять, что можно пользователю, а что нельзя, и как, я не знаю, предусмотреть, потому что защита от дурака она не существует универсальной. Всегда найдется какой-нибудь Иван или Лидия Петровна, которые сделают то, что ни один security гений не сможет предусмотреть. Хороший вопрос. Но, в общем, я считаю, что можно делать любые запреты. Если есть запрет, то его можно нарушить. Потому что это интересно, это как бы такой кейс, а я обманул. А нужно идти совершенно по другому пути. У меня был достаточно хороший наставник, который всегда говорил, ты можешь запретить, ты можешь на всех орать, ты можешь заставлять всех писать объяснители, но лучше всего всегда идти по пути профилактических бесед. Объяснять людям, что делать можно, что делать нельзя. Таким образом, ты повышаешь, во-первых, осведомленность, потому что у нас всегда будут работать люди в компании. Они будут либо продавать, либо делать какие-то те вещи, которые никогда мы не автоматизируем. И работая непосредственно с человеком, ты добьешься гораздо большего, чем будешь запрещать и вставлять палки в колеса. В связи с этим у нас политика именно информационной безопасности и блоку безопасности, мы проводим именно беседы, профилактические беседы, разъясняя людям, что делать нельзя и к чему это может привести. Есть достаточно хорошая книга, называется «Цифровая гигиена». Она достаточно хорошо описывает то, с помощью сказок и историй, что делать можно, что делать нельзя. И вот как раз таким же образом мы доносим ту информацию, которая необходима для людей, для наших сотрудников, которые не должны разбираться в информационной безопасности. Для них должно быть комфортно работать в нашей инфраструктуре. А все, что они не могут сделать, мы должны сами взять на себя эти риски и проконтролировать. Проконтролировать целостность информационной системы, проконтролировать то, что сотрудник может подключаться к этой информационной системе, проконтролировать то, чтобы он мог выполнять свои рабочие задачи. А все остальное, как бы человек должен понимать сам и делать все сам для того, чтобы расти. Сергей, не кажется ли вам, что остается буквально несколько секунд у нас, но тем не менее я не могу не затронуть эту тему. Вы сказали профилактические беседы. Все круто, все здорово. Но при приеме на любое серьезное производство проходят профилактические беседы по пожарной безопасности, по охране труда. Все мы прекрасно знаем, как мы их слушаем и как мы их запоминаем. Это та же самая история у вас? Нет. У нас не такая. Во-первых, мы проводим и тренинги, и семинары, и общаемся с людьми, когда у них есть предпосылки к тому, что, к нарушению информационной безопасности. Ага. Мы проводим предметный рябный разговор, почему так делать нельзя, к чему это может привести. Потому что есть достаточно тонкая грань между тем, что можно сделать, и тем, что нельзя сделать. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Очень исчерпывающий ответ, на мой взгляд. Спасибо большое. У нас сейчас будет продолжение. Давайте поблагодарим Сергея Рысина. Сергей, спасибо вам большое за ваше выступление и вопросы задали. Ответы на них получили. Ну и мы продолжаем прямо сейчас нашу очередную сессию. И сейчас у нас в гостях начальник управления средств защиты IT-инфраструктуры трубной металлургической компании Антон Кокин. Шикарно, Антон. Вот вы на своем месте. Ждем ваше выступление. Готовы слушать, смотреть. Добрый день. Я руковожу подразделением кибербезопасности трубной металлургической компании. Сегодня я вам расскажу про наш опыт построения ситуационного центра кибербезопасности. Буду рассказывать о предпосылках, о том, как мы выбирали ситуационный центр, о том, какие практические примеры мы получили, о тех вызовах, с которыми толкнулись, а главное о том, как мы считаем их будем решать. Трубная металлургическая компания. Мы делаем металлические трубы и делаем их лучше всех в мире. Мы делаем, кроме этого, сервис вокруг них. ТМК – это глобальная компания. Мы имеем опыт поставок более чем 80 стран мира. Так как мы глобальная компания, вызовы перед нами стоят, в том числе, глобальные. В том числе, один из вызовов – это цифровая трансформация. металлургия не находится в лидерах данной гонки. Поэтому есть определенная специфика, в первую очередь, связанная с тем, что многое оборудование было проектировано и эксплуатируется на десятки лет вперед. Но и мы не находимся в отстающих данной гонке. Но у любой, у цифровой трансформации есть и обратная сторона медали. в первую очередь, это повышение зависимости от IT-инфраструктуры. Вы видите факторы, которые влияют на безопасность компании. Я не буду на них останавливаться. Я подсвечу главное, что от безопасности, от надежности данных решений зависит, насколько они будут приживутся в компании. Не на этом форуме поднимать и описывать, как закон о защите критической инфраструктуры повлиял на компании, действующие в 17 сферах деятельности, описанном в законе. Но он повлиял. И учитывая эти факторы и другие предпосылки, в первую очередь рост количества киберрисков в глобальном мире, ТМК приняла стратегию обеспечения и развития кибербезопасности. Данная стратегия включает в себя как технические организационные меры, метрики успешности данных процессов, повышение осведомленности, ну и в том числе Security Operation Center или как мы называем институционный центр кибербезопасности как часть данной стратегии. На данной площадке и на многих других много информации о преимуществах и недостатках разных подходов. Это инхаус или аутсорсинг, я не буду их перечислять в данный момент, не вижу смысла. Остановлюсь на тех, которые были важны нам при выборе подхода. Это в первую очередь скорость реализации, контролируемость результата, кадры, компетенции. И их же мы использовали при выборе партнера, который нам помогал при построении Security Operation Center. мы остановились над гибридной схемой. Что мы под этим понимаем? В первую очередь это разделение зон ответственности. Тезисно у партнера остается мониторинг, сопровождение CM, развитие сервиса, сприортизация задач со стороны ТМК, отчетность в их зоне компетенции. На ТМК остается процесс реагирования, процесс подключения новых контроля этого процесса. Это позволяет всем участникам понимать их задачи, их SLA. Для локальных команд дает возможность реализовывать те задачи, которые территориально у них необходимы. Для управляющей компании дает возможность всем участникам ставить понятные контролируемые задачи. Мы находимся на финальной стадии подключения всех площадок, которые рассматривали в первую волну подключения. Но уже сейчас можем говорить о достаточно широких наработках. Давайте к ним и перейдем. Не понимая, что мы защищаем, что из активов критично для бизнеса, что из этих активов нужно защищать и обеспечивать безопасность, в первую очередь мы не можем строить все процессы информационной безопасности. Работа с ассетами по нашему мнению это фундамент, на который накладываются все другие процессы информационной безопасности. Поэтому в нашей компании достаточно давно уже работает метрика оценки критичности активов. Он состоит как и самой оценки, так и составных частей оценки с точки зрения кибербезопасности и технических характеристик объекта. Мы их используем в различных процессах, начиная от выработки мер, расстановки приоритета установки средств защиты, vulnerability management и так далее. И, конечно же, он должен был быть в процессе работы с инцидентами и мониторинга инфраструктуры. Благодаря взаимодействию между партнерами и компанией ТМК это получилось достичь. Теперь Security Repression Center понимает, во-первых, какой из активов критичен для бизнеса, какой из инцидентов имеет больше приоритет, что из активов относятся к критической инфраструктуре или к другим важным объектам. Для ТМК есть понимание, что мы подключаем в первую очередь, как работать с инцидентами, как их эскалировать. Кроме знаний о внутренней структуре, важно понимать методы и тактики злоумышленников, знать информацию об их инфраструктуре, о поведении сэмплов вредоносных. Этот процесс называется threat and ters или киберразведка. В ТМК реализован этот процесс, мы никогда не ставили задачу быть лучше всех на рынке, мы не вендор информационной безопасности, но эти данные, которые получены у нас внутри, крайне неважны для нас, и мы считаем и всегда считали, что эти знания не работают, если они сконцентрированы в одном месте. Ими нужно обязательно делиться со всеми участниками рынка, и поэтому открытую диалогу с клиентами, с партнерами, и конечно же они крайне критичны именно в процессе мониторинга. Поэтому было важно проработать данный вопрос, на данной схеме вы видите процесс взаимодействия вместе с партнером, который обеспечивает мониторинг. Наработки партнера повышают значимость и важность этих процессов для нас, а наши данные в том числе важны для соответственно Security Repression Центра, потому что к нему подключены другие площадки, работающие в той же области. Организация работы распределенных команд это всегда сложная задача. А в данном случае появляется еще один партнер, который не только географически и территориально отделен, он еще и юридически отделен, при этом необходимо наводить взаимодействие по разным направлениям, это подключение источников, это работа с инцидентами, контроль и так далее, и так далее. Необходимо было наводить обмен файлами, совместный обмен данными. В нашем случае правильным подходом оказалось использование корпоративного решения по совместной работе, в нашем случае это Microsoft Teams и SharePoint, но для других компаний это может быть другое решение, здесь я не для того, чтобы описывать конкретное решение, главное, чтобы это было проработано на этапе уже начала взаимодействия. Но и важно подчеркнуть, что эти решения не подходят для инцидент менеджмента. Даже при аутсорсинге с инцидентами необходимо работать, обрабатывать, хранить, контролировать, иметь отчетность по ним, поэтому достаточно ли тикетной системы или необходимо полноценная RP-платформа, у нас сейчас нет ответа, мы находимся на этапе исследования. Мы стремимся к автоматизации всех процессов и к их эффективности, поэтому необходима автоматизация. Нужна ли полноценная SAR-система? У нас тоже на текущий момент нет полноценного ответа. Кроме этого есть процесс реагирования. Процесс реагирования на промышленном предприятии обременен несколькими факторами. В первую очередь это тем, что в промышленный сегмент это непрерывное производство и не всегда возможно митигировать, изолировать угрозу. Есть различные команды, которые занимаются эксплуатацией, функционированием и эти команды имеют разные задачи, при этом они не все могут реагировать и взаимодействовать 24 на 7. Ну и другие факторы вы видите на экране. Мы считаем, что разработка полноценного регламента с описанием конкретных шагов для каждого из заинтересованных сторон, участвующего в реагировании, а главное, я даже можно два раз обычно, а главное это отработка этого сценария на практике поможет повысить эффективность процесса реагирования. Ну а если мы уже взялись описывать процесс реагирования, эффективности, то как любой процесс информационной безопасности, он должен иметь метрики успешности. Это нет, так как есть проблемы. В первую очередь так же, что метрики нет принятых в обществе комьюнити метрик. Те метрики, которые понятны операционной деятельности, непонятны бизнесу. При этом в данном случае, когда мы используем гибридную схему, появляется новый пласт абстракции и метрик, который необходимо нам, как заказчику, интересно. Насколько мы потребляем сервис, насколько эффективна коммуникация внутри этого сервиса. мы считаем, что метрики должны быть нескольких видов. Это, во-первых, метрики стратегические, которые должны понятны бизнесу и необходимо с ним их обговаривать. Это могут быть тактические операционные метрики. И они должны родиться в нашей компании. Следующая проблема это то, что данные для высчитывания этих метрик они рождаются в различных технологических системах. Так как это гибридные схемы, их сложно объединить в одну систему, где их необходим расчет. Мы для этого планируем использовать по максимально те аналитические инструменты, которые есть в нашей компании. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Антон. Есть ли какие-то вопросы, во-первых, с нашей платформы? Я уже своему коллеге Антону задаю. Огромное количество. Огромное количество вопросов. Давайте начинать. Время у нас слава богу есть, можно сильно не торопиться, все обсудим. Да, Антон, в первую очередь есть вопрос про насколько эффективнее в финансовом плане был выбор той модели построения сок, которую вы выбрали. Да, конечно, критерий финансовый был важен и при выборе модели построения сок. Здесь я немножко там иду. Важно учитывать не только операционные затраты, которые мы тратим на людей, на кадры, но необходимо учитывать факторы в том, что это текучка, их необходимо обучать и главное капитальное вложение в данном случае. Поэтому расчет был, оценку мы производили используя различные источники. Мы примерно говорим о 30% экономии при использовании данной схемы. Понятно, замечательно. А какого размера команда на вашей стороне совокупно сейчас вовлечена в деятельность сок? Команда на нашей стороне, ну, смотрите, если процесс реагирования брать, если команду брать только ту, которая занимается кибербезопасностью, то это команда, состоящая из 14 человек на нашей стороне. Но в процессе реагирования не участвуют только сотрудники безопасности. В процессе реагирования участвуют в том числе и должны участвовать и сотрудники IT-подразделений, сотрудники экспортирующие, функционирующие, обеспечивающие функционирование подразделения. Если отвечаю так на ваш вопрос, сколько на нашей стороне 14 человек. В продолжение слов предыдущего докладчика есть вопрос, проводите ли вы тренинги? Security Awareness достаточно большая тема, которую можно там отдельно рассказывать на отдельном докладе. У нас мы проводим соответственно и тренинги, у нас есть курс в нашем корпоративном университете, у нас есть информационные рассылки, но мы и я лично считаю, что без практики эта история не работает. Крайне важно в том числе обучать людей на практических примерах. Мы для этого проводим периодически имитацию фишинговых рассылок и имитацию другой социнженерии в данном случае. И по критичности активов есть вопрос. Кто и как определил, какие из активов конкретно для вас являются критичными? По-настоящему это тоже очень большая история. Мы давно внедряли эту схему. Определяем давайте по этой категорированию активов. Данная методика разработана внутри нас. Мы при разработке данной методики четыре характеристики. Первую очередь это то, что она должна быть исчисляемая, должен быть механизм перерасчета данной характеристики при изменении характеристик системы. Два это три уже идет. Три она должна быть максимально субъективная и иметь количественную оценку, чтобы ее и количественную интегральную оценку, чтобы ее возможно было использовать в различных подходах. определяет насколько критичны данные активы. Было исследование, разработано формулой расчета, записывается в виде вектора. Мы взяли за пример CVSS версии 3. Соответственно, ответ буквально на этот вопрос звучит следующим образом. Оценку активов проводим мы совместно с владельцами данных активов. Теперь еще один вопрос от нашего пользователя и зрителя. Здесь, к сожалению, непонятно очень просительных знаков вместо имени и ника. Есть ли особенности, Антон, для сок в промышленности? В чем кардинальное отличие от остальных отраслей? Я, в принципе, не понимаю понятия промышленного сока. Для меня сок должен выполнять и мониторить те бизнес-процессы, которые критичны для этого бизнеса. Если мы говорим о промышленном предприятии, нам важны особенности, связанные с непрерывностью производства в первую очередь. И для мониторинга особенности есть, но они в основном связаны с технологическими особенностями именно самого процесса мониторинга, потому что мы данные можем получить не всегда и не везде. Есть особенности, связанные с тем, что инфраструктура промышленная развивается с меньшими темпами, промышленный сегмент СУТП развивается с меньшими темпами, нежели корпоративная сеть. Это и есть технологические особенности подключения сока, но есть процесс особенностей, связанных с реагированием, потому что я уже их озвучивал в своем докладе. Но с точки зрения подходов, с моей точки зрения нету разницы. Это то же самое выполнение разработка сценариев, их отработка на практике, подключение источников, отработка сценарий реагирования и замеры успешности этих процессов. Просто инфраструктура чуть-чуть другая. Теперь уже вот какой вопрос. Злоумышленники, киберпреступники, которые атакуют трубную металлургическую компанию, а никто и откуда исходят угрозы. Пробовали проанализировать наверняка же? Ну, в рамках это один из стратегических посылов Threat Intelligence как такового киберразведки. Конечно, он в том числе проводится. Здесь это в основном мы ориентируемся, во-первых, на коллег по цеху, обмениваемся информацией. И на текущий момент я бы выделил в основном это основную угрозу составляет две преступные группы, преследующие разные цели. Это либо кибершпионаж, либо основной это группы, которые занимаются шантажом, ну, то есть вымогатели. Ну, то есть громкие инциденты в данной сфере и негромкие, которые мы общаемся с коллегами, показывают, что это сейчас достаточно серьезная угроза для промышленного предприятия. Спасибо большое за ваши ответы. Антон Кокин был у нас, это, между прочим, начальник управления средств защиты и инфраструктуры трубной и металлургической компании. Антон, спасибо вам большое. Еще увидимся на полях нашего форума, в том числе, безусловно. Ну и впереди у нас заключительное выступление. Мы приглашаем лидера продукта информационная безопасность Александра Лимонова. Встречаем. Александр, вы в эфире. Вас слышно и видно хорошо. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вам сегодня рассказать про наш опыт построения процесса реагирования на инциденты информационной безопасности. Хочу сразу отметить, что это не какие-то лучшие практики, ни в коем случае. Это не призыв к действию. Это исключительно тот путь, который мы прошли, те сложности, с которыми мы столкнулись и те решения, которые мы в итоге приняли. Начну я, наверное, с представления себя. Меня зовут Лимонов Александр. Я лидер продукта информационной безопасности в компании Leroy Merlin Vostok. Собственно, немножко расскажу про свою компанию, про компанию Leroy Merlin. Мы входим в группу компаний Adeo, занимаемся мы продажей товаров для ремонта и обустройства дома. Мы компания ритейлер. Ну, по крайней мере, таковой были до недавних пор. Наша группа это порядка 450 магазинов в 14 странах мира. При этом Leroy Merlin в России это 110 магазинов, которые распределены по 60 городам. У нас работает что-то порядка 36 тысяч сотрудников. Ну, и как понятно из цифр, что Leroy Merlin в России это большой кусок группы, то есть мы это примерно четверть. Давайте поговорим об актуальности этой темы, актуальности темы инцидент менеджмента информационной безопасности. Ну, я думаю, что в целом в рамках формы очень много всего было сказано, но тем не менее. У нас сейчас в современном мире, наверное, не стоит вопрос о том, взломают нас или нет. Ну, задаваться таким вопросом, наверное, однозначно наивно. Сейчас нужно думать о том, что когда нас взломают, что мы с этим будем делать. То есть насколько эффективно мы сможем отреагировать на этот взлом, как быстро мы сможем его выявить, как быстро мы сможем ограничить воздействие, классифицировать этот инцидент, как быстро мы сможем восстановить все то, что было взломано и в итоге провести расследование и найти те руткозы, из-за которых взлом произошел, ну, их впоследствии устранить, чтобы этот же взлом не произошел повторно. Соответственно, сейчас важна именно эффективность реагирования на инциденты. С другой стороны, с точки зрения именно компании Leroy Merlin, ну, исторически, как я сказал, мы были каменным магазином, ну, набором каменных магазинов, к нам приходили клиенты, они покупали у нас какие-то товары и уезжали. Ну, иногда была какая-то доставка тоже в рамках магазина, которая оформлялась. цифровизации процессов особой не было. У нас была корпоративная сеть, у нас был свой ЦОД, почти все системы базировались в этом ЦОДе, и, в принципе, у нас был прям очень понятный, конкретный периметр, который мы должны были защищать. в рамках этого периметра в целом процесс отслеживания, мониторинга и работы с инцидентами, он относительно прост. Года три назад, наверное, ситуация изменилась, мы решили стать IT-компанией больше, чем просто ритейлером, и сначала мы начали разрабатывать свои собственные продукты, у нас появился очень большой штат разработчиков, мы начали очень устремляться в ЕКОМ, потому что это действительно приносит деньги. Мы стали развивать наши продукты, и все наши продукты сейчас в основном делаются в рамках микросервисной архитектуры, они базируются на базе контейнерной технологии контейнеров. Более того, мы два года назад всем нашим сотрудникам выдали по смартфону, и это смартфон для работы, то есть наши сотрудники используют этот смартфон для того, чтобы заходить в наши системы, те, которые им доступны, и работать в них. То есть вот эта тема с периметром, она смазалась, периметра больше нет, сейчас есть набор отдельных продуктов, каждый из которых, по сути, это периметр сам себе, и нам нужно стремиться к защищенности всех этих продуктов скорее, чем к тому, чтобы защитить нашу сеть. Причем, когда я говорю защитить, это не только про конфиденциальность и целостность данных, но еще и обеспечить адекватную доступность этих продуктов. Это тоже важно, потому что именно это ценит бизнес. Это классическое представление процесса управления инцидентами согласно IT. Я думаю, что все вы его так или иначе знаете, видели, поэтому я на нем сильно остановиться не буду, тем более, что мы чуть позже еще его увидим. Собственно, мы находились в фазе выбора, что же нам делать? Нам строить свой процесс инцидент-менеджмента своими силами, своим штатом, покупать ли какой-то CEM или строить все на open-source или же отдать все это на outsource. Мы для себя выявили несколько плюсов-минусов. Соответственно, когда мы все это начинали, нас в команде было двое, то есть было всего два человека, которые могли этой темой заниматься. Очевидно, что управление инцидентами это очень важная, очень критическая тема, но далеко не единственная в периметре информационной безопасности. И, соответственно, силами двумя людьми это все охватить практически невозможно. При этом нанять еще одного-двух людей на тот момент не представлялось легкой задачей, плюс потратить львину долю бюджета на то, чтобы купить какой-то CEM, наверное, тоже не выглядело разумным решением. Поэтому мы пошли по пути аутсорсинга. То есть мы взяли некого партнера. Я не буду называть конкретных партнеров со сцены, мне кажется, что это не совсем правильно. Если что, кулуарно можно спросить про мнение и так далее про партнеров. Соответственно, взяли партнера и возложили на этого партнера весь процесс управления инцидентами до собственно попадания, то есть выявления инцидентов. Все до выявления инцидентов мы возложили на партнера. Оказалось, что это не работает, потому что на инциденты после того, как их выявили, надо еще и реагировать. Вроде очевидно, но как оказалось, нет. Для этого нужно тоже огромное количество усилий, плюс реагировать нужно быстро. В общем, на какое-то время у нас все это застопорилось. В итоге мы пришли к такому решению. Мы взяли еще одного партнера, который для нас реализовал по нашему видению, по нашим процессам реализовал плейбуки и на основании этих плейбуков уже происходит эскалация инцидентов на конкретные команды, будь то служба технической поддержки, будь то продуктовые команды, которые отвечают за конкретные продукты, в которых что-то происходит. И в итоге мы получили процесс достаточно структурированный и собственно вот некоторые цифры. то есть на текущий момент у нас есть порядка 158 источников, это все технические источники, которые предоставляют данные в сок. Сейчас у нас порядка 6000 событий в секунду, 32 сценария, по которым мы получаем что-то ежедневно и 25 отчетов, это те сценарии, по которым слишком много сработок и которые еще пока в процессе отладки. Соответственно, вот срез по тому, что у нас отсекается первой линией, что попадает к нам, из этого мы получаем это все срез за октябрь, соответственно, за октябрь мы реально поработали с около 1200 инцидентов. При этом отреагировали мы реально только на 391 инцидент. Почему так? Потому что что-то, несмотря на то, что все это попадает в ITSM-систему, что-то пропадает, что-то теряется, что-то спускается как-то на тормозах, в общем, результат не совсем тот, какой мы бы хотели. Соответственно, мы поняли, что единственный путь, к которому мы можем пойти, это автоматизировать все, что возможно, скажем так. Что мы на текущий момент сделали? Мы полностью автоматизировали все до эскалации на текущий момент, мы автоматизируем, ну и планируем, соответственно, проавтоматизировать все, что касается реагирования на инциденты, ну и понятно, какие-то расследования автоматизировать достаточно сложно, но будем пытаться. В итоге мы приходим к некому выбору IRP, ну условно, потому что это как раз то, что позволяет нам решить вот те проблемы, те вопросы, которые перед нами стоят. Выбирая между, ну то есть вот эти критерии, которые вы видите, это критерии, которые мы видим для себя, вот, то есть IRP готовое и, например, что-то на опенсорсе, это, ну практически одни и те же трудозатраты с точки зрения настройки под себя, потому что нет готовой там серебряной пули, которая подходила под вашу компанию, которая бы учитывала ваши процессы и так далее. За IRP коммерческую надо платить, за опенсорс нет. По поводу гибкости и кастомизации в опенсорсе обычно достаточно легко пилится конкретно под себя там от и до. Вот, с коммерческими IRP, ну, как правило, так нельзя. Соответственно, там и там нужна какая-то экспертиза очень сильная, которая будет все это дело поддерживать. Соответственно, мы выбрали, ну, достаточно известную триаду DeHive, Cortex и MISP. При этом на DeHive у нас уже реализована отслеживаемость инцидентов и это достаточно хорошо работает. Мы понимаем, что конкретно с нашими инцидентами происходит, ничего больше не теряется, все штатно. Дальше Cortex позволит нам автоматизировать реагирование, автоматизировать сбор каких-то дополнительных логов и, например, вместо того, чтобы… Ну, я бы сказал, что у нас 36 тысяч сотрудников, соответственно, у нас достаточно большое количество рабочих станций. Вместо того, чтобы собирать логи со всех рабочих станций постоянно, мы хотим обращаться на конкретную рабочую станцию, на которой выявлена какая-то аномалия, и с нее собирать в моменте те логи, которые нам реально нужны. Соответственно, мы сможем разгрузить сок, мы сможем не получать ненужные логи, но с другой стороны, если мы что-то пропустим, то скорее всего мы это потеряем. Это риск, на который мы пока идем. Ну и мисп, это понятно, это тредхантинг, тут я думаю, что объяснять ничего не нужно. Расскажу про наши векторы развития, про наши дальнейшие планы. Собственно, все автоматизировать, я про это уже достаточно много, мне кажется, рассказал. дальше мы хотим стремиться идти в сторону реализации собственного хранилища для сбора и, скажем так, отстойки тех логов, которые нам нужны, но которые мы, например, не готовы отдавать в сок, потому что мы не уверены в том, что эти логи действительно нужны. Соответственно, это хранилище позволит нам разгрузить сок, у нас уже сейчас 6000 ИПС, как вы видели, при этом по большому счету эти 6000 ИПС это только за счет небольшого набора технологических систем, то есть это АД, это все, что касается антивируса, все, что касается сетевых взаимодействий, ну, например, если мы говорим какие-нибудь рабочие станции и так далее, то ничего об этом в этих 6000 ИПС нет. И, собственно, последний вектор нашего развития это мы хотим сменить фокус с наших технических систем, на которых мы сейчас фокусируемся, на бизнес-системы. В чем суть, в чем смысл? На самом деле это очень полезно. Мы попробовали на одной системе, оказывается, во-первых, есть достаточно большой бизнес-вэлью, то есть для наших коллег, которые отвечают за конкретные продукты, очень интересно иногда посмотреть, что же происходило в их системе, и для этого нужны логи, как ни странно. При этом, безусловно, какие-то команды достаточно зрелы для того, чтобы сами собирать логи, хранить их и анализировать, но не все команды такие. Соответственно, тут получается, что и вэлью с точки зрения безопасности, и вэлью с точки зрения бизнеса, с точки зрения продуктового подхода, это все дает огромное преимущество. Собственно, у меня все. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы. Да, Александр, спасибо вам большое. Как всегда, мы призываем наших зрителей на нашей платформе через Мегачат тоже отправлять вопросы, может быть, какие-то замечания и уточнения. Ну, собственно, Антон их сейчас озвучит лучше по его мнению. Да, начну, правда, со своего вопроса. Александр, вы сказали в начале Леруа компания ритейла глобального присутствия, вы рассказываете свой опыт, такую российскую практику. А как они взаимоувязаны? Как компания подходит к вопросу в целом и отличия? Вопрос очень хороший, спасибо. Действительно, группа компаний имеет свой определенный подход к безопасности и в том числе к управлению инцидентами. Но мы несколько, ну, год назад где-то ушли от глобальной централизации, потому что поняли, что централизация это не то, что реально помогает бизнесу в конкретных странах. То есть создаются определенные сервисы, это касается не только сервисов по безопасности, это касается практически любых сервисов. и смысл в том, что не всегда эти сервисы реально полезны конкретному бизнесу, конкретной компании в конкретной стране, потому что контекст может отличаться. То же самое и с безопасностью, в частности с инцидент менеджментом. Гонять 6000 EPS условно во Францию, это, ну, во-первых, это деньги, то есть мы будем платить за канал, за который мы и так платим, и плюс он будет нагружен. В общем, тут очень большое количество минусов и не так много плюсов. При этом у них есть свой сок, у нас три бизнес-юнита, у которых свои собственные соки, это, собственно, наша головная компания плюс LM France, они работают в коллаборации, потому что находятся в одной зоне, это мы и это Италия. Соответственно, мы достаточно тесно взаимодействуем с нашими французскими коллегами, с итальянскими пока не настолько тесно, потому что у них эта тема только зародилась и фактически сок появился только в этом году, там пока не особо есть чем сотрудничать и планируем продолжать сотрудничество и дальше и развивать его. Понятно. И по содержанию доклада есть вопрос насчет примеров, типов инцидентов и способов автореагирования на них. это, кстати, вопрос от наиболее активного зрителя, который скрывается за тремя знаками вопросика, пробел три знака вопросика. Окей. Вопрос понятен, спасибо. Пример я, мне кажется, привел пример с рабочей станции, в которой в моменте происходит что-то непонятное, то есть происходит какая-то аномальная сетевая активность, либо происходит какая-то активность с точки зрения вирусного заражения. Соответственно, мы можем удаленно подключиться к этой машине в автоматическом режиме, собрать, ну, сделать сразу слепок того, что там происходит, слепок процессов, слепок сетевой активности, забрать security логи, забрать какие-то логи еще, которые нам потенциально могут быть нужны. При этом мы можем автоматически, например, сразу прогнать там какой-нибудь дополнительный скан с точки зрения открытых, ну, потенциально опасных портов, с точки зрения каких-то эксплойтов, не знаю, бэкдоров, которые там могут потенциально стоять. Собственно, вот достаточно яркий пример того, что можно делать в автоматическом режиме, при этом не собирая постоянно эти логи с этой рабочей станции, если с ней все хорошо, зачем на нее тратить ресурсы. Еще вопрос. Сколько человек, какая команда занимается поддержкой и развитием ваших open-source инструментов сейчас? У нас сейчас в команде шесть человек. Это пять человек в штате и один человек на аутсорсе. Это как раз тот человек, про который я говорил, который аутстав из партнера и который собственно двигает ли у нас эту тему, разрабатывает плейбуки, автоматизирует, ну, развивает как раз хайв, Cortex и так далее. То есть команда совсем небольшая и это как раз большой плюс, потому что я думаю, что ситуация опять пандемия, ситуация у всех разная, но, например, у нас подбор людей был закрыт весной и он до сих пор не открылся, поэтому непонятно, когда он откроется. Соответственно, набирать каких-то людей достаточно сложно. Александр, у меня вопрос, я уже его задавал, но мне интересно, услышать ваш ответ, как руководитель проектов по инфобезопасности Люра Мерлина Восток. Откуда по вашему мониторингу вот эти люди, которые пытаются пробить вашу защиту, вас взломать, я даже не спрашиваю, чего им надо. Понятно, что ответы у всех будут примерно одинаковые. Либо это кибермошенничество, либо это кибершпионаж. Мне кажется, что кибершпионаж в нашем случае вряд ли уместен, потому что у нас нет каких-то ноу-хау технологий с точки зрения чемпионажа. По крайней мере, вы так говорите, что их нет. Ну да, с этим не поспоришь. Мне кажется, что это кибермошенники, то есть люди, которые хотят нажиться быстро, могут быть какие-то вымогатели, безусловно, но очень много, чисто по статистике, очень много автоматизированного спама, автоматических сканеров и тому подобное. Это киберхулиганы, кибершкольники 1 сентября. Чувствуете, что меньше становится атак на вас? Такой корреляции, честно говоря, не наблюдали. Но мне кажется, что в целом вот этот автоматизированный шторм, который происходит, он происходит достаточно стабильно и в течение года есть какие-то небольшие всплески, но и все. Просадок, ну просадки тоже бывают, соответственно. Вы пытались оценить, откуда идут, с какой географической точке больше всего? Отовсюду. Ну, то есть говорить, что там нас преследует Китай, как говорят многие, я не буду, потому что это не так. Отовсюду это Россия, это там Африка, страны СНГ, безусловно, это Америка, это Латинская Америка, это Китай, но не сказать, что один Китай нас атакует, а все остальные белые пушистые. Это не так. То есть это вот каша-малаша ровным слоем по всему шарику размазана, нельзя выделить какой-то регион. Да, какого-то прям пика со стороны какой-то страны у нас точно нет. Спасибо большое за ваше выступление, за ваши ответы. Ну что ж, друзья, мы выслушали три интереснейших выступления, и еще раз представлю, вот прямо сейчас это были ответы и выступления руководителя проектов по ИБ, Лероя Мерленовостока и Александра Лимонова. Чем хочется завершить? Да, надо сделать небольшой перерыв, потому что в оставшиеся часы СОК Форму Лайф ждет вас наши уважаемые зрители. Много чего интересного, отличного контента мы вам не только желаем, но и готовим его для вас, потому что впереди во-первых, небольшая тренировка для тех, кто не понаслышке знает, каково это сидеть за компьютером, пока не сведет спину или не сядет зрение окончательно. Затем можно будет с новыми силами броситься уже волной клиентского опыта. Да, вас ждет серия из нескольких познавательных выступлений, а уже после этого уже восходящие звезды стендапа. Да, у нас есть такой сюрприз для вас. Порадует вас с юмором и необычным взглядом на привычную, казалось бы, кибербезопасность. Ну, а когда вы зарядитесь хорошим настроением, вы будете готовы уже услышать рассказ об ошибках специалистов по кибербезопасности. Такие рассказы у нас тоже есть. Правда, Антон? Да, все так. Мы с Сергеем очень скоро вернемся вам. Да, это будет новая порция рассказов о клиентском опыте. Ну, а пока приготовьтесь, потому что черту под прозвучавшим докладом подведет комендатор Алексей Лукацкий. И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем наш сок-лайф. И мне хотелось бы подвести некий промежуточный итог после секции, посвященном клиентскому опыту, который всегда интересно слушать. зачастую он интереснее, чем продвинутые доклады вендоров или интеграторов или сервис-провайдеров, которые занимаются соком годами. Здесь же мы слышим собственно ровно то, ради чего компаниям сок и нужен. И очень удивительно для многих прозвучит достаточно банальная мысль, что сложных инцидентов практически нет. Да, есть кто-то, против кого действуют китайские кибершпионы или американские кибершпионы, но для большинства компаний инциденты исходят от рядовых злоумышленников, задача которых ну может быть немного поживиться деньгами, может быть просто насолить, проверить свои силы. И в этом случае понятно, что скорее всего бизнес скажет нет любым серьезным тратам, которые принесет ему на стол в виде счета или там технического проекта руководитель службы информационной безопасности. И отсюда собственно идет второй вывод, который мы услышали сегодня в рамках по крайней мере первых трех докладов в секции про клиентский опыт, то что в таких случаях, когда и квалифицированного персонала нет, потому что не дают денег на его развитие, и инструментария серьезного нет, такого как ECM, Data Lake, искусственный интеллект, IRP, CR платформы, TIP платформы и так далее, потому что опять же нет серьезных инцидентов. Но при этом задача мониторинга возникает, есть требование законодательства, от которого тоже не уйти, что делать в таких случаях. Остается собственно одна альтернатива, это аутсорсинг. Разумеется, в тех случаях, когда у меня действительно нет персонала, который может сам собрать из опенсорсных компонентов весь необходимый функционал сока. Если же таких людей нету, а желание или необходимость есть, то конечно аутсорсинг это выход из сложившейся ситуации, это не капитальные затраты, а операционные. И об этом как раз сегодня говорили несколько заказчиков, которые выбрали именно как раз модель аутсорсингового сока. Ну а в следующей секции, посвященной также клиентскому опыту, возможно мы услышим о других вариантах построения сока, построения центра мониторинга информационной безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok